Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой. Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым. Нет таких людей, которые, перестав любить, не начали бы стыдиться прошедшей любви. Ничто не доставляет нам такого удовольствия, как наши собственные советы. Перебирая воспоминания, боюсь наткнуться на такие, от которых на меня накатывает тоска. Я поняла, что решительно не способна быть веселой подружкой мужчине, которого любила и люблю. Поверьте, в тот день, когда вы устыдитесь того, что любите, вы погибли, погибли для самого себя. Да, порой жизнь казалась мне неумолимой, и о некоторых чувствах я думала, что они никогда не иссякнут. Но вот мне 45, я сижу в своем саду, у меня прекрасное настроение, и я никого не люблю. Поэзия — болезнь. Сбить температуру еще не значит выздороветь. Напротив, жар очищает и просветляет. Я сам это испытал, хочется просто бросить все, лечь дома в постель и ни о чем не слышать. Но, конечно, глупее этого ничего быть не может, да и в постели тебе все равно не будет покоя. Кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью — лишь результат неосуществившейся жизни. Это выражение измены ей. То, что мы называем злом, является всего лишь неизбежностью в нашем бесконечном развитии. Все так чудесно в пяти сантиметрах от лица женщины, которую, может быть, сейчас поцелуешь. Влюбленный мужчина — это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею. Влюбиться — не самый лучший способ стать счастливым. Когда заставляешь страдать другого, хуже всего делаешь себе. Я бы объединился с кем угодно, чтобы поступать правильно, и ни с кем, чтобы поступать неправильно. Обычно ожидается, что рабы будут петь, а также работать. Рабы больше всего поют, когда они наиболее несчастны. Песни раба представляют горести его сердца, и они облегчают его, как облегчают больное сердце его слезы. Человек, который прав, составляет большинство, тот, на чьей стороне Бог и совесть, имеет большинство против Вселенной. Если ты простил человеку все, значит, с ним покончено. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит. Все, что вы делаете в постели, прекрасное и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если есть эта гармония, то вы и только вы правы, а все осуждающие вас извращенцы. Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим. Тайна человеческой души заключена в психических драмах детства. Докопайтесь до этих драм, и исцеление придет. В определенном смысле, то, что мы называем счастьем, случается в результате удовлетворения длительное время сдерживаемых потребностей. В средние века сожгли бы меня, теперь жгут всего лишь мои книги. Если пара перестала сражаться, то любовь умерла. Умирает надежда, рождается цель. Если вы решили действовать, закройте двери для сомнений. Хороший брак покоится на таланте и дружбе. Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину. Мысли философа, как звезды, они не дают света, потому что слишком возвышенны. Если бы женщины правили миром, то на планете не было бы войн, но каждые 28 дней шли бы очень ожесточенные переговоры. Тот, кто лишен искренних друзей, поистине одинок. Истина есть дочь времени, а не авторитета. Каждый человек склонен подозревать за собой хотя бы одну фундаментальную добродетель. Я, например, считаю себя одним из немногих честных людей, которые мне известны. Никакие расовые или духовные различия между людьми не могут сравниться с той разницей, которая существует между больным человеком и здоровым. Часто бывает, что с какого-то пустякового эпизода начинается важная полоса в жизни человека. Наше несчастье, как и счастье, находится в наших руках. В природе среди ползучих гадов столько развелось ходячих. Лучше бы это вылетело из головы, чем сорвалось с языка. Чтобы муж не задумывался о любовнице, жена должна быть его украшением, а не укротительницей. Любовь не нарисуешь на лице, она отражается в глазах, когда живет в сердце. Если у человека нет интереса к шоколаду, значит у него проблемы с психикой. Короче, когда ты в лесу, ты становишься частью леса, весь, без остатка, попал под дождь, ты часть дождя, приходит утро, часть утра, сидишь со мной, становишься частицей меня, вот так, если вкратце. Ирония делает человека глубже, масштабнее, открывает ему путь к спасению на более высоком уровне. На любой черный ход любопытная кошка найдется. Кадры, которые вы собираетесь посмотреть, о торговле собачьей кожей в Китае, одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Я горжусь своим братом, я бы никогда не хотел быть связанным с ним. Моя неудовлетворенность игрой не имеет ничего общего с чувством дискомфорта, уязвимостью или ощущением, что люди собираются критиковать меня. Это не проблема. Мне нравится писать рифмы и сидеть в одиночестве в комнате, слушая биты. Это довольно удивительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова